ПЕСНЯ 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 Непокорность из Писания, выделено жирно, непокорность из Писания, и не со времен пророков, но почти от самого сотворения мира. Отсюда он представил, что спасение проповедовалось людям от начала, но они по наклонности своей к суете пренебрегали им. И в то время, как людей было бесчисленное множество, только восемь душ покорились проповедем и спаслись в устроенном ковчеге. Так как спасение было в воде, то он, кстати, относит это к святому крещению и говорит, что вода это указывала на наше крещение, ибо и оно погубляет непокорных бесов и спасает с верой приходящих в ковчег, то есть в церковь. И как вода смывает нечистоту, так и крещение, только оно производит отложение нечистоты не плотской, а при посредстве внешнего знака производит омытие скверны душевной. Оно есть как бы залог и вручение доброй совести пред Богом. И комментарий Игнатия Тихоновича Латкина на слова непокорности в Писании и спасения проповедовалось людям от начала, и вот еще восемь душ покорились проповедью. Все эти слова выделены здесь жирным шрифтом, эти слова блаженного фофилакта, может быть он и златоуста это брал, и вот что комментирует Игнатия Тихоновича на этот счет. Небольшой комментарий. Итак, комментарий. То, что здесь говорится в комментариях относительно проповеди о том, что сегодняшнее православие совершенно не сверяется в своей жизни ни с книгой деяний апостолов, ни с толкованием святых отцов. И мы подтверждаем на основании всего священного Писания. Оставив которое, 1 Петра 2.8, они притыкаются, не покоряя слову, на что они ее оставили. Мы это доказываем и подтверждаем непокорность современного священства, и апостол подтверждает их непокорность из Писания. У меня вопрос. Вот 19 стих начинается со словом, которым он и находящимся в темнице духом проповедовал. Он, это речь идет о Христе. А вот слово к которому относится, я так вот и не разобрался. Впереди говорится, ибо если угодно воле Божией, считаем 17-18, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведным за неправедным, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, точка, даже не запятая. Дальше слово, предложение начинается со слова к которым. Кому относится это слово к которым? Кто такие которые? Впереди говорится о тех людях, которые погибли в Ноевом потопе. И когда говорили о том, что Господь сошел в преисподние места земли спасти умерших, то возник вопрос. Ну некоторые не слышали о Христе, в таких недоступных местах жили. Но те, кто соприкасался с Ноем, которые слышали, которых звал он, быть может, а их как? И поэтому акцентирует внимание на этом Петр. И им было проповедано этим духом. То есть тела их утонули, рыбы съели, а души, духом называется, душа, а они оказались в этих местах, куда сошел Господь. И проповедовал он им, или обошел, проповедовал, которые это люди современники Ноя. То есть слово «котушим» относится к современникам Ноя, да? Именно так. Про Ноя это позже сказано, а раньше-то оно это и не говорилось. Правильный или неправильный был. И, Сережа, и, и, то есть всем проповедовалось, и им, которые отвергли поучение Ноя. Так, ну, спаси Христос. Так, еще вопросы есть по этому месту? Так, ну, тогда еще второй вопрос. Они, вот эти современники Ноя, они в ковчег не вошли, погибли. Получается. Восемь душ спаслись. Слово «которым» — это вот «восьми душам» или еще те, которые погибли? Которым проповедовали. Которые погибли, не приняли благою весть. Она уже благая была. Благое — это доброе. Добрая весть — спасись на корабле. Они не приняли. А теперь он это сравнивает с крещением. И дальше об этом будет идти речь. Я не понимаю, о чем тут разговор-то? Когда тут открытым текстом все написано. Адвентисты седьмого дня это отвергают. Он никуда не сходил. Он умер и сошел. На землю и все. Но мы-то православные. То есть те души, которые во дни Ноя не приняли эту благою весть, а Христос им проповедовал, они попали в рай. Потом уверовали или как? Ну да. Еще вопросы? Тогда идем дальше. Так, Александр Цихоцкий. 21-22 стихи. Слышишь на меня? Да, да, да. Почему не запрещено? Почему не запрещено? Почему не запрещено? Не в восходном числительном мете, но вопрошение или выпрашивание доброй совести пред Богом. Ибо сознающие за собой добрые, то есть привязанные к жизни непорочной, они-то и прибегают ко святому крещению. Что же делает крещение спасительным? Воскресение Христово. Ибо прежде страданий и воскресения своего Христос подъявил, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна 3, 5. А по воскресению заповедовал коресить все приходящие народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матвея 28, 19. Кому это ему? Принятому им в единение с собою человеку. Конец толкования. Звука не пишется. Хочу делать. У нас выключили или еще? Чего, брат, помоги. У нас нигде нету или что? Это отключилось. Вот здесь вот, сюда нажмите. Трубка лежит. Нажать? Тут нажать тоже? Нет, нет, не надо. Спросите, Сергей нас слышит, не слышит. Сергей, ты нас слышишь? Нет, что-то только один, Александр. Нету. Что делать? Нажать? Надо предыдущие. Так вы, наверное, это отключите, а это примите. Вот это отключить? Да. Что-то еще дальше? Ну все. У меня здесь-то почему звука нету? Опять, что-то всех вышибнуло. Что-то еще разное. 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 Так, слышит на меня? Да, слышит. Да, слышит, слышит. Все сейчас хорошо слышит. Так, продолжаем. А у нас сейчас вторая. Так. 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 manifestations. Так. 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 Ад 3 моеboxислоево234社х. Ну, UT Idaho. спасают но не хочет добавить что-то тут важный момент когда мы беседуем не с православными они говорят это обещание богу доброй совести крещение поэтому никакого таинства там нет они не разбирают главное предложение и предаточное предаточное это не плоской нечистоты омыть и поясняет это не просто в баню с веником пришел крещение спасает воскресением иисуса христа а эти вставочные слова они предаточные второстепенные это место единственное в библии которая прямо и четко говорит что крещение спасает поэтому нужно разъяснять тем которые это не понимают впрочем когда они это слышат почти все принимать начинают это слишком ясное место так итак александр тихоцкий четвертая глава первости пострадал за нас плоти и выводу то и вы вооружите с той же мысли ибо страдающей плоти перестает грешить толкование погромче что то у нас вообще плохо слышно поближе микрофончик и так как христос пострадал за нас плоти и вы вооружите с той же мыслью ибо страдающий плоти перестает грешить толкование рассказал нам о строительстве спасения о сошествии господа в ад и о том для чего он сходил туда именно для спасения содержимых в аде апостол находит в смерти господа иной повод к увещанию к добродетели если христос умер за нас плоти ибо без сомнения не бессмертным и божественным своим естеством то и мы в оплату ему должны для него верить греху и не вдаваться более человеческие похоти но остальное по плоти время жить только по воле божией конец толкования вот вопрос страдающий плоти о чем говорится о болезнях здесь говорится не только о болезнях а то что переживаем мы в жизни своей лишение чего-либо то что приносит печаль и скорбь это совершенно нормально если господь страдал то и вы приготовьтесь любил танцевать ноги заболели перестала грешить сидит дома и так в любом вопросе курил курил теперь сидит и кашляет дома легкие выплевывает перестал курить там пример сказать поэтому если господь страдал на кресте плотью и мы даже и приготовиться потому что я затоуз говорит душа с телом так тесно связаны что когда наказывается плоть врачуется и дух почему и нужно ребенку показывать чаще розгу и наказывать его когда он не слушается все второй стих чтобы остальное по плоти время жить уже не по человеческим похотям но по воле божией толкованием страдающий вместо умерший петр говорит подобно павлу если мы с ним со христом умерли то с ним и оживем второе послание тимофею 2 глава 11 стих и прочитать попросите и почитайте себя мертвыми для греха живыми же для бога римлянам 6 11 вопрос тогда 3 стих ибо довольна что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой предаваясь нечистотам похотям мужеложеству скотоложеству помыслом пьянству излишеству в пище и питье и нелепому и долослужению толкование апостол как бы так говорит неужели вы не насытились проверьшись столько времени в житейских удовольствиях разве вы не жили а простите разве вы жили не в такой нечистоте в какой и язычники четвертости почему они и девятся что вы не участвуете с ними в том же распутствие и злословят вас толкование язычники будут удивляться вам что вы не участвуете с ними в том же нечестии посему после удивления вашей перемене и недоумении они не только посрамятся но и станут злословить ибо благочестие для грешника отвратительно но они не останутся безнаказанными за такое злословие а дадут ответ судьи всех который для этого и сидит непреложно и твердо судьи сиди все правильно вопросы так тут виталий калиников пишет что связь неважно ну групповой звонок кто-то звенит вот ты создал группу и вот я другую сейчас и кто-то вот звонит с той группой 14 участников и постоянно я не беру слышно меня хорошо да хорошо хорошо поэтому это вот групповое создал конечно хорошо но что-то вот не пошло почему-то так так вопросы есть по этому месту если нету идем дальше пятости они дадут ответ имеющему в споре судить живых и мертвых толкование связь такая эти злословящие вас дадут ответ судящему всех живых и мертвых судятся и мертвые это видно из сошествия господа в ад так простите у меня тут в двери звонят кто может кто может игорь или александр александр вот пятый стих заново и толкование читай они дадут ответ имеющему в споре судить живых и мертвых связь такая толкование эти злословящие вас дадут ответ судящему всех живых и мертвых судятся и мертвые это видно из сошествия господа в ад и появившись туда после крестной смерти он проповедовал и там как на земле проповедование словом а делом и как пребывание его в мире для тех которые с готовностью признали его что служил в оправдании а для тех которые не признали его в осуждение так и содержимых в ааде тем которые жили по плоти он явился на осуждение а тем которые жили по духу то есть вели жизнь духовную и добродетельную на славу и спасение посему и справедливо называются седеи живых и мертвых и мертвых иначе объясняет святой Кирилл мертвыми здесь он называет тех между язычниками которые умертвили себя названными в 3 стихе грехами о которых и молит апостол чтобы они обратились и отдали неукористенный ответ имеющему следить живых и мертвых живыми и мертвыми называют также праведных и грешных которым Бог слово явившись во плоти благовествовал Царство Небесное те грешники которые приняли его заповеди сами как люди судят себя плотью то есть осуждают настоящей человеческой жизни плод свою на посты повержение на землю слезы и прочие злострадания чтобы жить по Богу Духом одушевляясь в этом случае изречением апостола если внешний наш человек и тлеет то внутренняя со дня на день обновляется 2 Коринфян 4.16 Спасибо Христос Вопросы? Когда Тихонович добавите что-то еще Вот как понять надо что эти места о чем говорится мы должны применить к себе верующим которые благовествуют им верена великая миссия не только великая но и страшная в судный день эти люди которые не приняли благовестия они не будут иметь никакого извинения поэтому когда таким людям проповедуешь нужно сказать вы счастливы и счастливы этот день вы услышали о Христе вы увидели выход из этой тьмы в которой вы были вам сегодня двери рая могут отверститься но одновременно этот день является знаковым в вашей жизни с сегодняшнего дня вы не имеете никаких отговорок что вы не слышали о Христе почему и говорится если не приняли отрисите пыль от одежды вашей от праха вашего от ног ваших почему там не описано но мы скажем что если сегодня расследуется какое-то тяжкое преступление то человек по обуви определяется был он там или нет частички этой земли где он находился по всей вероятности это как раз и будет это пыль которая с того места где мы были в горах или в соседнем деревне или далеко где то ездили на море это все предстанут как свидетели каждая пылинка поэтому на благовестие нужно смотреть очень ответственно и говорить об этом людям вы имеете сегодня счастье быть в раю и сегодняшний день теряете право на отговорку на извинение какое-либо отошел так шестой стих андрей ну следите с нами Марко который слышите меня а да слышите вас очень плохо слышно слышу говорю слышу я хотел чтобы вы шестой стих прочли но плохо вас слышно микрофончик может далеко хорошо хорошо я сам тогда прочту или Виталий вроде говоришь перезагрузил скажет ну-ка попробуй шестой стих хорошо хорошо я буду читать так ибо шестой стих первое послание Петра четвертый стих ибо для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подверглись суду по человеку плотью жили по Богу духом толкование так как выше сказано о находящихся во аде что он проповедовал и находящимся в темнице духом читаем читали девятнадцатый стих то туда и нужно относить настоящее изречение выраженное в качестве причины а не смотреть на него как на новое изречение посему мы говорим так как перед этим апостол сказал имеющему судить живых и мертвых а на это могли возразить где же судятся живые и где мертвые то он и подтверждает это сказано выше тем что он Христос и находящимся в темнице духом проповедал и что проповедь это была в суде то есть в осуждении одни те которые сознавали свою жизнь доброй когда явилась туда благость тотчас соединились с снею а те которые злые от этого наполнили стыдом и приняли себе осуждение вот что значит судья мертвы судья живых двоеточие это когда господь пришел в тленную жизнь сию то люди нашли в пришествии его осуждение себе одни добрые с усердием приняли его учение выделенное с усердием приняли его учение на это будет комментарий ниже а другие злые отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее от истины почему и сказано на суд то есть на осуждение пришел я в мир сей Иоанна 9.39 так Христос есть судья живых и мертвых подверг суду плотью полна мысль такая когда господь посетил находящихся в ааде то одни которые в мире всем жили по плоти осуждены а другие которые жили духовно или воскресли вместе с господом ибо многие тела усопших святых восстали считаем в евангелии от мосфея в двадцать седьмом голове пятьдесят втором стихе или оживились доброй надеждой впрочем близок всему конец то есть и тем которые оправданы при жизни и тем которые оправданы во аде ибо во второе пришествие господа это каждому воздается должное вполне если кто-нибудь станет отвергать проповедь господа в ааде говоря что находящимся в ааде умершим никакой нет пользы от нее по сказанному во гробе кто будет славить тебя то такой человек грубо понимает проповедь бывшую в ааде и под исповеданием разумеет не похвалу богу а исповедь не понимая излечения не мертвые восхвалят тебя господи псалом 111 25 поскольку настоящей жизнью совершение всех дел заканчивается ибо все убрет без деятельности то справедливо сказано во гробе кто будет славить тебя потому что никто не совершит ничего такого за что бы быть освобожденным и благодарить комментарий на слова с усердием приняли его учения и в темнице духом проповедов комментарий Игнатия Петровича Лапкина земной жизни своей господь учил наставлял и обличал и всегда ссылался доказывая свою правоту на священное писание апостольские ученики авторитет слова божия держали выше всего и этим авторитетом писания разрешались споры и на соборах далее цитата кавычки открываются одни добрые с усердием приняли его учения а другие злые отказались отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее цитата закончена это слова блаженного фисула цитируются Игнатием Тихоновичем этим же отношением к Библии определяется наше отношение к Богу и нашему спасению Господь через своих апостолов предсказал что будет такое страшное наше время когда Библия потеряет авторитет именно в церкви именно у православных потому что все что не имеет связи по хиротонии с апостолами не есть церковь второе послание Тимофею 4 глава 3 стих ибо будет время когда здравого учения принимать не будут но по своим похоть прихотям простите будут избирать себе учителей которые вестили бы слуху здравым учением называется чистое словесное молоко священное писание далее еще второй раз цитируется блаженный цитата одни добрые с усердием приняли его учения а другие злые отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее то комментарий закончен и обратился в это время он будет божия на сегодняшний день у православных вообще его нету слова божия вот сегодня 30 марта 2016 года православная церковь отмечает память Алексея божия человека вы прочитаете его биографию она прямо выставляется везде у него даже не то что шага пол сантиметра не было то что по слову божию отец и мать глубоко верующие принимают странников кормят путешествующих жертвы и деньги отец сенатор ну сенатор понятно какое большое звание то и они не имели детей наконец у них сын рождается и они решили его женить он не сопротивляется он идет под венец венчается возвращается домой ничего нет готовится постель брачная вдруг он встает подходит жене уже жена она ему не невеста снимает кольцо и до свидания и в двери вышел и пошел и сел на корабль поплыл и дальше его биография наворачивается такими кругами что смертному даже не запомнишь что корабль понесло то он там приставил то там выпрашивал и на одних видениях и только попрошайничал всю жизнь здоровый крепкий мужчина ни дня не работал церковь это прославляет а почему вдруг раздалось благоухание хотя жития святых говорят дьявол распускает такое благоухание когда мы совместно собираемся то вот это зловоние все когда люди не верующие а они ноздри воспринимает как благоухание и патриарх и император там говорится кто аркадий склонят склонятся перед этим одром и будто бы божья матерь заговорила ну ниоткуда то ничего не известно там все приписки дальнейших житописателей нам слову боже это шага не сделать нельзя все замазано и сегодня его так чтут я посмотрел по календарю мученики умершие за креста патриарх его не чтут посмотрите календарь а чтут человека который шел совершенно не евангельским путем и чтут так что во время великого поста во время среды разрешается сегодня растительное масло это высшая честь по высшей шкале а это было так ну полторы тысячи лет назад полторы тысячи это образ но почему никто ничего не говорит об этом то вот в думе выступает жириновский владимир вольфович и он говорит вот я пришел в школу провел урок вы посмотрели бы какие ученики радостные были как они меня спрашивают учителя то почему такие они не знают образа кого образ муму кто главный герой глухонемой герасим а другие говорят собачка главный герой и он говорит не они это помещица и показывает ее самодушку посмотрите фильм где почему не пишут конкретно сегодняшние наши нужды то и поэтому православного образа христа закрыли матронушки там ксения петербургская за ней гонялись как как наставили канонизировать царя канонизировали что но это просто у людей хобби такое вчера не было сегодня будут теперь евгений родионов теперь там славик крошененников христа то нету и все приходите на могилку молитесь мне я буду слушать а эти люди не ко Христу вели и этот человек он идет отец его не узнал 34 года он мурыжил людей жил за чужой счет и теперь выпрашивает место где но в больший почет ему чем другим нищим нищие стали завидовать ему мстить ему лить на голову и вот он умирает пишет свои биографии и мертвы зажалые теперь из рук у него возьмут узнают и провозвестят почему сегодня не остановиться не деканонизировать что делают католики они увидели что Георгий Победоносец он совершенно таким не был и они просто из числа из списков выбросили его его нету там православных этого нет мощи непрерывные мощи если евангелие сказал что остановитесь задумайтесь Христос не позволял этого мертвых оставьте хоронить мертвым даже не вам а мертвым но чтобы идти раскапать а потом расчленять это идолопоклонство неприкрытое нелепому идолослужению трупом да как так трупом Христос назван трупом где труп соберутся орлы и убьет еноха или я и трупы их бросит на улицах Иерусалима трупы трупопоклонники но сказать нельзя нельзя хотя я говорю все мощи собрать изъять и с великими почестями похоронить и вот пожалуйста сегодня как раз этот герой у которого евангельское ничего нет а подражать как да никак невозможно совершенно невозможно возьми сколько лет прошло больше тысячи лет Мария Египетская а ей кто подражал никак а ее только и считает египетская 47 лет в пустыне была и каждый раз Андрея Критского считают канон церкви и полторы тысячи лет муссирует ее житие и ни одного человека еще не было кто бы ей подражал явно что мы привыкли к басням почему не заменить Марией Магдалиной которая называет апостол апостолом это что не православное разве здесь на каждом шагу а что нужно делать вчера в городской думе города москвы выступал патриарх Кирилл и говорил слово свое 30 минут и мне сейчас идут запросы ну почему вы не прокомментируете я говорю найдите человека который будет задавать вопросы сегодня вечером уже позвонили и сказали вечером на меня выйдут и завтра этот ролик постараюсь ночью поставить я только буду говорить как бы не с патриархом как бы просто отвечено что говорил этот человек ну зарядите просто выступление патриархом в городской думе города москвы 29 марта и сами решите что это делается с нами нельзя сказать понимаете страх друг перед другом обоязли выхожая участь в озере огненном нам что это не достигает это и вот сейчас мы об этом говорим о крещении правильном ну как в водах что люди которые тонули они только руки мочили или полностью ушли так и нас ныне подобное сему образу крещения не плотской нечистоты а мытья не скамейки мыть как некоторые суесловы в рясах говорят но и дальше поясняют люди уходили на дно на дно так наши грехи должны уйти в воде если не было троекратного полного погружения люди не крещены никакого второго нету обман жульничество профанация мимикрия что угодно но не крещение не каноны все святые отцы говорят об этом нынче нужно ты услышал в прошлом году у нас сколько людей принимало крещение у нас нынче 10 июня будет крещение и опять люди будут приезжать с разных сторон из разных стран священники не хотят крестить тех у которых мокрая ладошка предыдущего попа коснулась головы кощунство это беда мы для того собрали чтобы понять это и после занятий выйти другими отсюда будьте смелы как лев не отступайте ни перед кем если господь позволит помолитесь чтобы сейчас через два с половиной часа я уже буду беседовать комментировать выступление патриарха в думе получасовое отошел седьмой девятый стихи впрочем близок всему конец и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах более же всего имейте усердную любовь друг к другу потому что любовь покрывает множество грехов будьте странно любивы друг ко другу без ропота толкование конец этот в истинном смысле есть Христос ибо он есть совершенство всего а не то что напрасно почитают концом всего язычники когда говорят одни например пепикур что конец всего удовольствие другие знания или созерцания иные добродетель и как совершенство всего Христос пришло и вы сообразуетесь с этим совершенством то пусть не оказывается в вас самих недостатка ни в чем ни в целомудрии ни в трезвости ни в бодрствовании на молитве ибо молитва свойственно бодрствующим ни в любви друг к другу апостол павел назвал любовь исполнением закона читаем в послании к римлянам 13 глава 10 10 стих а петр называет ее могущую покрывать грехи двоеточие это потому что милость к ближнему делает милостивым к нам бога сказав о любви прибавляет и то что в тесной связи с любовью страннолюбие которое повелевает совершать безропота и тем которые изобилуют всяким даром повелевает делиться с братом неимущим например имеющие учительское слово ибо на это указывает как слова божии стих 11 пусть преподает он нуждающимся в нем имеющий обилие яств пусть подает не имеющему он их подает без скупости но сколько позволяет сила дарования поэтому говорит я убеждаю вас для того чтобы бог прославлялся во всех будут ли то язычники или близкие ваши дарования закончена вопросы может быть есть желающие высказаться по этому стиху Игнать Тихонович дальше или что то скажете да иди дальше а то много уже говорил я сегодня 10 11 стихи служите друг другу каждый тем даром который получил как добрые новостроители много различной благодати Божией говорит ли кто говори как слова Божии служит ли кто служи по силе какую дает Бог дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа которому слава и держава во веки веков аминь толкование не делать должного употребления из того что принадлежит нам и чему мы господа есть дело крайне несправедливое ибо ибо не тот только должен делиться с не имеющим кто имеет деньги но и тот кто имеет и прочие естественные дары ибо сам тот кто не имел их получил их от Бога для того чтобы делиться с не имеющим вот такой толковой вот для чего господь деньги дает чтобы делились Бог велел делиться так народу говорят двенадцатый и тринадцатый стихи возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключения для вас странного но как вы участвуете в христовых страданиях радуйтесь да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте толкование это добавил апостол к сказанному пред сил он замечал что некоторые соблазняются не постигающими их скорбями так как законе обещается работающим господу мир римлянам 2.10 и хотя выше когда давал правила слугам кратко утешал подобным образом но теперь дает простор речи и говорит возлюбленные самым наименованием сим тотчас показывает что скорби бывают с ними не потому что бог ненавидит их но потому что очень любит их не чуждайтесь то же что не удивляйтесь потом скорби назвал огненным искушением обжиганием и тем показал что они не спосылаются на них для испытания а испытание делает испытуемый предмет весьма ценным подобно как золото и серебро и к этому прибавил нечто блажение всего именно что претерпевающий это подобно своему учителю христу и ныне терпят вместе с ним бесчестия для того чтобы вместе с ним же прославиться в будущем веке этим оканчиваются все стремления авария закончена и закончен час и остается у нас пол часа на вопросы и на ответы можно вопрос да Виталий пожалуйста я его прописал в чате но могу озвучить вопрос Игнатию Тихоновичу давай я озвучу ну давай правила для семикратного прославления Господа в течении дня из каких конкретно молитв состоит разложите пожалуйста этот вопрос в кавычках по полочкам Богу отвечаю вы заходите на наш форум я вскидывал всем кому надо где наш форум находится и там с правой стороны где храм Христа Спасителя так лента идет общий поиск с правой стороны его только ткните и выйдет рамка и заряжите молитва и там говорится подробно все до одной минуты какие молитвы сколько поклонов делать как поэтому повторять просто время зря тратить все там описано я понял вас спасибо Игнатихович еще такое дополнение я найду обязательно обязательно на нашем форуме зарядите молитву форум Игнатий называется Игнатихович смотрите вот я на старый ваш захожу тяжеловесный как вы назвали сайт кликаю по ссылке на новый сайт и там когда я тексты открываю вот ваши книги в электронном виде я перехожу на страницу и там открывается абракадабра иероглифы так послушаем минутку подожди так Третьяков ты здесь нет? Игорь или кто там есть? Третьяковы? да нету почему кто-нибудь из Третьяковых есть сегодня? как показывает что есть одновременно нету это администраторы занимаются этим я видел действительно так программа что-то там по-другому показывает кодировку надо поменять что-то такое вот да я не разбираюсь поэтому сведения есть вот я кричу им они не отвечают а на снимке есть значит Сергей найди Третьяковых расскажи им скажи на новом форуме вот такое дело неприятно на новом сайте не форуме да да на новом сайте на новом на новом сайте не на форуме я неправильно сказал на сайте не на старом который основной там все как надо заходите там тоже в молитву тоже найдете там 55 папок 55 номинаций вот так спасибо за славу Христу аллилуйя Игнатия можно мне задать вопрос давай я хотела спросить что значит означает слава Господа из Евангелия Теана 5 глава 24 стих Господь говорит истинно говорю вам слушающие слово мои верующие меня послашивая меня имеет жизнь вечера на суть не приходит и так же в первом послании говорится что святые будут судить в мир не совсем понятно что это значит потому что в книге Откровения написано что все будут судимы каждый по делам свои так что по жизни еще ну и вопрос в чем состоит я правильно понял в ангеле Теана 5.24 правильно да истинно истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий в пославшего меня то есть в Бога Отца Иегову имеет жизнь вечную и на суть не приходит но перешел от смерти в жизнь смысл непонятен почему на суть не приходит да потому что в откровении написано что каждый я понял в откровении об этом говорится второе послание апостола Павла к коринфянам 5 глава 10 стих всем нам надлежит предстать присудилище Христов всем чтобы получить соответственно тому что он делал живя в теле пока мы не умерли доброе или худое живя в теле так вот здесь говорится прийти на суд мы идем на суд одного судят а другие только свидетели и поэтому на суд в смысле осуждения не приходит верующий он освобожден за него принесена жертва а другой всем на суд приходят они на осуждение придут а верующий придет где будет явлена его награда что он пришел к Господу и творил угодно ему так что противоречий никакого нет а что значит святые будут судить мир из первого послания к коринфянам какое место что святые будут судить мир 1 коринфянам 6 2 1 коринфянам 6 2 да разве не знаете что святые будут судить мир если же вами будет судим мир то неужели вы не достойны судить маловажные дела ну Павел показывает контрастность судить будут мир каким образом а вот то что впереди мы уже слышали был об этом разговор если лот живя в Содоме спас свою душу то садомляне ни один рта не раскроет и вы могли тоже быть такими на ваших глазах это было поэтому мы являемся не просто верующими а городом на вершине горы мы являемся маяками и если мы вот этим своим присутствием уже являемся судьями отрисая прах от ног когда не приняли то как это прямо мы судим их на суде Божьем этом все предстанет то маловажные дела там судить разделить где-то по домашнему имуществу ну неужели вы не можете то идете в суды нам пришлось как-то судиться здесь и судья был мусульманин а судиться то по делу пришлось потому что негодные люди нападали разрушали все и он говорит вы христиане да мы христиане я мусульманин и вы ко мне пришли я сделал вывод судей надо всех перебрать и оставить только верующих пусть это будут православные католики баптисты мусульмане те люди которые верят что будет суд божий будем судить ангелы и тем более дела житейские вот как раз третьим стихом он говорит что знаю что суд божий будет а мусульман это очень сильно развито учение о будущем суде подробно описывает нисколько не уступая христианам то он уже сделать что попало не будет они очень совестливые вот я сделал для себя такой вывод в суде где решать там арбитражный суд гражданский уголовный ни одного неверующего не должно быть потом было однажды попал под судебное дело за границей советский один из посольства то его не приняли в свидетели почему а спрашивает какой вера он говорит а я атеист а что это такое я в бога не верю не верю его вычеркнули раз ты не веришь ты можешь солгать и тебе ничего за это не будет а верующий этого не скажет за все слова надо судить тебя будет бог судить я бы мог назвать их фамилии которым был он очень известный человек и его свидетели не взяли у них другой закон и правильный закон если он не верит в бога как я могу доверять его свидетельству так и здесь мы будем судить ангелов каких падших демонов которые соблазняли которые ставили припоны которые не пускали которые распространяли ложные слухи мы будем судить их своей жизнью мы более обремененные плотью а они бестелесные зачем они это делали и мы их победили и на суде Божьем будем для них как судьи вот об этом идет речь спасибо слава Иисусу можно мне вопрос задать сейчас немножко опоздали Андрей Маркозу дает вопрос 144 тысячи о ком там говорится по 12 тысяч с каждого колена там все растолковано добавлять ничего не надо а там нет данного колена а вместо него полуколена и према берется и в этом усматривают то что из данного колена будет чудище над всем миром антихрист это все святые отцы говорят но написано из 12 колен а колена одного нету вот это сильное место речь идет не о нас речь идет об иудеях если буквально понимать а как тогда точно понимать когда откроется тогда узнаем пока должны довольствоваться вот таким толкованием которое дается в откровении все этими цифрами любят козырять иеговисты так называемые свидетели иеговы они ничего не понимают совершенно даже безбожник и тот больше понимает церковь понимает так и понимает прообраза может быть 144 миллиона цифры это объясняется вот у нас третий том об этом там говорится подробно что об этом кисария аппадокийская архиепископ андрей что говорит вот просто сейчас проходим по второму тому а в третьем томе это все сказано тут нечего добавлять берите и прочитайте то есть церковь допускает стройственное толкование есть апокалипсис я его видел держал в руках называется семи толковый а одно место толкуется на семь разных позиций а почему так ну так потому что один говорил так другой так и все подтверждается священным писанием а он говорит ажемню то есть а я думаю что вот так будет когда говорится белый конь одни понимают что это фальш это сатана вид ангела света принял а другие понимают буквально что это верующие омытые кровью христа убеленные но как так ничего подобного потому что не надо сомневаться вот написано левый с колена иудина кто христос а левый кающий ходит кто сатана одним и тем же зверем изображается два разных совершенно противоположных здесь образа и как правильно понимать так и так церковь не настаивает ни на каком лишь бы подтверждалось библии это духовная книга и одно место другому чтобы не противоречило семи толковой повторяю вот когда считает двадцать четвертую главу евангелия от матфея или двадцать первую главу евангелия от луки и спрашивает когда они сидели господи скажет когда это будет и какой признак твоего пришествия они даже не понимали что это два вопроса они понимали пришествие то есть вот сейчас вирусалим войдет и воцарится а речь шла когда это будет он говорит а признак пришествия его это другое и вот как говорят орлы где труп соберутся орлы одно толкование трупом называется Иерусалим иудея а орнами называется лимские легионеры войска а в другом случае Христос является на облаках как труп с пронзенными руками и верующие как орлы будут вознесены ему навстречу на облаках и то и другое правильно потому что первый вопрос когда это будет он говорит об Иерусалиме признак пришествия это другой вопрос духовное разумение слава Иисусу так еще кто-то вопрос хотел задать Вячеслав да мы что теперь на час собираемся у меня 15 на 0 так сильно шумит что-то сильно там посмотри слышно то шумы какие-то как трактор идёт ну сейчас вот сейчас хорошо договори да мы стали собираться на час раньше что ли у меня 15-13 сейчас по Москве отменили же вроде перевод ну нет не отменили мы перевели все понятно так ну а в Москве то сейчас 15 или москвичам оповестить что тут перевели у нас теперь красноярское время одинаково так вот подождите с переводом часов то ты Вячеслав вышел в 15 в Москве ровно в 15 ну пораньше как всегда там в 14-50 что ли я вышел но я по компьютерному времени смотрю видишь накладочка какая получается то и вот я смотрю что там подключились то Валерий да 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 я то же самое я тоже к началу думала подключилась вот а у нас уже конец так тогда надо тогда исправить что ли не в 15 в Москве а во сколько тогда в 16 у нас получается начинается или оборот пораньше значит 14-00 14-00 в Москве тогда у нас получается у нас сейчас получается на 4 часа с Москвой разница сейчас в Барнауле 7-15 вечера в Москве 15-15 в Москве 15-15 в Москве понятно то есть мы начали сегодня в 14 по Москве да ну прощупим братья так как будет ну да тогда будем исправлять в 14 по Москве немножко в Барнауле 6 часов так и оставим Барнаульское начинали в 6 часов так и оставим а Московское это в связи с изменением времени будем теперь не в 15 собираться по Москве только ролик прошу прощения а ролик то у вас который крутится в сетях там как раз 15 по Москве ну понятно ролик 15 по Москве ну надо будет наверное переделать я думаю или или же собираться на час позже как вы знаете нет 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 мы как вот сегодня были другим сказать переменим цифру завтра мы уже поставим другое число а кто этот ролик Сергей Козлов делал связь поддерживайте чтобы этот ролик тогда удалить 15 москвы хорошо ну и переделать его на 14 москвы я тоже сейчас везде на 14 переделаю вот еще вопросы вопрос может вы подскажете по поводу богоизбранности еврейского народа у меня тут недавно возник не то что спор а в общем противоречили люди что евреи потеряли богоизбранность как на основании писания или еще показать что они не потеряли что это богоизбранный народ если богоизбранный народ потерял это значит тогда нарушено слово божие будет тогда бога они представляют лживым за этим слишком большое стоит обвинение бога если народ был неверен то бог остается верен Павел говорит и поэтому как он мог отвергнуть когда говорит я из колена Вениаминова перечисляет а сколько евреев обратилась за эти годы да большая часть ушла пришел к своим свои не приняли но в конце мира принятие их будет великим делом для всего всей церкви Христовой Павел это подробно говорит и в одиннадцатой главе к римлянам богоизбранность остается и будет это божий план и он не может быть нарушен вот и все но вот римлянам 9.27 а Исаия проглашает об Израиле хотя бы сыны Израилев были числом как песок боской только остаток спасется то есть это место можно будет как-то оно и не спасется а то придумаешь об евреях говорит об Богоизбранном народе если остаток спасется значит не всех Бог ответ ну говорит это сатана избранный народ потому что 8.44 Евангелие Тиана Господь говорит ваш отец дьявол ну дальше перечисляется он лжец и отец лжи человеку убийца так это по делам по делам который человек служит дьяволу человеку убийцам кто бы не был араб русский или кто отец его дьявол вы хотите исполнять его похоти при чем тут евреи то им было сказано да ну а там что им то было сказано мы все принимаем а почему это не принимаем все писание богодухновенное и относится конкретно каждому человеку ты избрал бога ты чадо божие служишь сатане сын сатаны даже петр один раз один раз сказал немного пожалел христа что не будет господи с тобой мгновенно господь уже сразу же дает ему другое название ты не петр и не камень а сатана отойди от меня сатана и все да как тогда так тогда и папа сатана раз претендует а не название оттуда идет получается так еще вопросы можно мне можно Игнатий Тихонович а почему нельзя вкушать кровь животных а потому что там душа написано душа животных их крови и поэтому рассуждать не надо ничего не исследуй не трожь и не прикасайся а почему нельзя было есть того дерева ну почему ну давайте сделаем химический анализ структур молекул ну все увидим что хорошее дерево приятное для глаз бог сказал не ешьте там смерть и поэтому не готовы когда человек прищищается он вкушает смерть не жизнь а смерть многие больные немало умирает это совершенно замалчивается ну а как тогда быть надо быть готовым готовым жить свято и тогда пойдет жизнь а то придумали что не так надо скорее причаститься безобразничать причаститься его в храм нельзя запускать такого человека избратили все церковь дала каноны собирались им не то что делать нечего было говорю на соборах собиралась в общей сложности было полторы тысячи епископов нам что это не по мозгам и сегодня один какой-то куролесец и эрочекист а я не принимаю это ну не принимай иди куда хочешь православие отношения не имеешь обман идет почему протопопа вакуум говорил за еди нас готов умереть за единую букву а по другому и не надо рассуждать мы православные в этом все в одной в этой фразе я православный поэтому разговоры кончились я сказал сегодня что не приняли а вы этих святых признаете о ком говорили что всем молюсь и Марии Египетской всем молюсь за единого церковь приняла но у меня есть разум я вижу не по евангелию жили и подражать им нельзя еще вопросы еще 8 минут по поводу крещения можно задать Игнать Тихонович Игнать Тихонович вот когда моченый вот как я то батюшка у нас говорит что во время зимнего крещения как ну и ныряли он говорит так что это говорит как бы покрывает потому что чинность в тюрьме воды он говорит полностью такой же как зимой как при крещении и там больше еще не надо Валерий не надо не надо ваше имя переводится как вылетел из головы живой живой вот и будь живым не слушай мертвецки от мертвецов слова оно что-то во-первых это языческий обычай и никакого танца в нем нету это одна дурь только болезни зарабатывают это они пытаются что-то восполнять что-то накладывается если бы его извергли как говорится если крестить нести погружение да будет извергнуты и все это кончилось бы все нет ну я не у него крестился просто мы как бы вот я ответил больше не возвращаемся к этому крещения не было был обман и это говорит 6 северский собор 84 правило если нет достоверных свидетелей что ты был погружен не мало не сомневаясь прими крещение да не будешь лишен таликой благодати слишком многое поставлено здесь это вход в царство небесное это завершающий этап рождения свыше обман идет обман сто проценты пираты захватили корабль спасибо еще вопросы можно да мир всем я тоже вот недавно присоединился вот только-только не знал что раньше оказывается беседы я хотел бы вот такой вопрос задать вот мы ну как бы христиане стремимся в царство божие а можно ли как-то объяснить ну я не знаю там ребенку или вот родным своим как ну что именно подразумевается или как выглядит вот царство божие к чему мы стремимся вот каким образом можно объяснить нужно ли это нужно ли это нужно ли объяснять имеется ввиду пират начинает говорить о подумать страшно и мне это напоминает как у буддийских монахов у них молитвы у нас господи иисусе христе сыне божий помилуй нас а у них постоянно повторяет о манападме хум то есть вот и сидящие в лотосе то есть будда а потом когда они уже достигает определенного исихазма исихазма то оттуда идет от буддистов все приняли там о маня падме а который уже там и расхи буддисты он выходит смотрит на звезды о больше ничего нету нам ничего не надо говорить только научиться о я сегодня слушал выступление патриарха я едва сдерживаться чтобы не упасть и не рыдать что делается с нами вы прослушайте только я ничего не могу сказать у меня внутри все внутри слезами закипает боже что с нами сделалось люди не верят в бога не верят и дается возможность сказать и не говорят под разными причинами вот и ответ о одно удивление ребенку так ответьте этого никто не видел один мне рассказывал я в тот адмирал мужчина его я записал даже его ролик есть так вот у нас год возьмите воробья и возьмите павлина когда он хвост распустит разница есть до одного перышка воробей не стоит доход павлин наш сравнение с воробьем на небе говорит вот так же выглядит это нельзя сказать я у каждого кель а какая кель это ну вот у меня 12 целых 8 десятых квадратных метров я прожил и тут студия жена тут тапочки щет у меня тонн студия 15 магнитофонов люди собираются 12 квадратов но было показано келья как назвать ее обитель василия великого она была говорит больше города царьграда стамбула зачем она ему я считал про одного паша там у мусульман у них много нефти то у него 1800 комнат до подой комнате даже не пройти то а я в одной мы все вместе друг от друга не спотыкаемся ребенку ничего не говоря говорит все прекрасно все чудно и что там будем не знаем мы знаем только не сравненно и о одно о наше тело будет подобно ему не стареющие вечная им болезни не будет написано листья будут для исцеления народов а тогда какое исцеление листья означает тончайшее разумение тайн божий вот там сынок эти листья для нас откроются а можно задать вопрос ну игнатий тихонович вот сейчас ольга задавал вопрос почему нельзя кровь животных пить а я помню вы как-то говорили что у животных нет душ вот как это это нет души но так говорится жизнь их крови душа так написано я не могу выбросить слова души нету как определенной субстанции человек дуалистично животным она единая и поэтому то что называется душой сама жизнь называется душа а кто душу свою погубит ради меня тот бережете душу как погубит жизнь жизнь и душа это один синоним да вот и все кровь нельзя пить никаких гематогенов в комнате не держи даже мы еще и от свидетелей знаю что нельзя но вот запутано получается то души есть то тут души души нет души нету или животного но душой называется кровь кровь в крови душа так написано в крови его жизнь кровь вытекла он умер бы кошка там собака все равно а у человека отдельная душа которая существует отдельно от тела их убили казнили в идею голову отрезали им там мусульмане а они живые его пьют 6 9 откровения доколе владыка святые истины не мстишь за кровь нашу на земле доколе и поэтому на них вот что часто ракеты сыпется и проще это то что они сами на себя вызвали они тронули православных христиан казнили пачками им никуда не уйти от возмездия божия спасибо аллилуйя ребятам милую болимся 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 Ты, Матерь, Бога наша, честнейшую герою, И славнейшую без сравнения с терапев, Безысление Богослово ручью, Сущую благородницу Тебя ищу. Дай, Тихоныч, помолитесь. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим Тебя услышать нас. Во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи на Голговском кресте и омывшего нас причистой кровью, услыши о нас молитвы и о родственниках наших, и о всех наших людях, которые живут в этом государстве и в других. Дай им познать Тебя, приблизиться к Тебе и даруй духовное рождение свыше патриархам, папам, епископам, священникам и пастве их, ибо без этого никто не увидит Царствие Божие. Распусти нас с миром. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо. С Богом. С Богом. 14 в Москве, не забывайте теперь. Время перемолвили. Слава.